Белка, а белка, ты что ты квакаешь сидишь? Что ты сидишь квакаешь? И снова здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Фазаны, сегодня у нас вторая серия о таком неприятном явлении как расклев и с фазанами. Тимошка, спишь что ли ты там? Таких трех распространенных видах расклева яиц и сегодня хочу показать вам и на своем примере и много примеров приведу, как это у людей. Таких два самых распространенных вида расклева, это когда птице чего-то не хватает и когда яйцо падает сверху, колется и птица начинает его есть. На самом деле расклев яиц это мелочи, это все лечится, просто нужно соблюдать определенные правила при содержании фазанов, вот и все. Смотрим. Вот эта фотография у меня разбитого яйца, съеденного, вот от этой трехлетней семьи серебра, как оно разбивается яйцо. Дело в том, что световой день удлиняется, удлиняется, а кладет серебро всегда, ну я не знаю как у других, но у меня, что вот эта трехлетняя семья, что молодая семья, вот там сидит хвост у него торчит уже такой полинявший, они несут практически ночью, то есть если они не успели снести где-то там свои ямки или в домике, они залазят на насест и с насеста кладут яйцо уже по темноте или ночью, яйцо падает и если попал какой-то камушек под яйцо, то оно разбивается, ну естественно не пришел там в шесть-семь утра не забрал и прихожу, оно вот оно съедено. В этом году вот это единственное яйцо раскололось видно и они его съели. Выход какой? Человек писал, у павлинов бывает на взлете яйцо уже у самки в яйцеводе, уже на выходе практически, она резко взлетает на шест и яйцо в это время падает и об камушек разбивается или большая высота разбивается и естественно они подходят его и доедают. Как от этого люди уходят? Опять же вот этот человек писал, у него павлины, у павлинов или на взлете вываливается яйцо или когда она уже приземлилась сверху кладет яйцо так вот, вешает гамак под шест и яйцо вот таким образом ловят. Есть насколько я знаю люди точно так же, если вот такой вот случается, кладут яйцо начинают нести сверху шеста, просто шесты все убирают или ставят на минимальное расстояние от земли и вот этим проблему решают. Я так не делаю, сейчас даже в вольерах у меня как видите не очень чисто, потому что я стараюсь в яйцекладку меньше всего движения делать рядом с птицей, громко не говорю, не кричу, не убираю, не хлопаю, потому что не такой уж длинный этот период, ничего там за месяц-полтора не засерут, но стресс делать птице сейчас во время яйцеклада я не хочу, поэтому я ничего не убираю, ну ладно разбилось одно, съели и все. Обычно вот у этой семьи к концу яйцеклада, когда самка уже из себя все микроэлементы с этим яйцом вынесла все витамины и к концу яйцеклада бывало, что вот два-три штуки в прошлом году лежало и они доедали их. Они их доедали, ну я не вижу ничего страшного. В этом году вот от этой семьи у меня уже 57 яиц с оплодом в 90 наверное 5 процентов, потому что мне звонили уже из Тюмени, говорили большое спасибо, выводили я сам не вывожу в этом году серебро, потом уехала в Омск, яйцо и улетела еще на Камчатку, сейчас собираю уже в Волгоградскую область. Ну и самая такая обширная тема, это когда птицы чего-то не хватает, вот напугались в другой рубашке зашел, все. Эта птица ко мне приехала, это свайна, фазан и свайна, двухгодовалая семья, они ко мне приехали не очень давно из Москвы, привезли с собой в коробке прямо два яйца, вот лазят с перепуга, я их обойду, чтобы они не морали воду себе. В коробке приехало с ними два яйца, яйца были пустые, одно яйцо замерзло и вот одно яйцо они снесли, сверху оно разбилось и они его съели. Во-первых, я опустил, вот видите на какую высоту палку и еще следующие четыре были яйца, одно снесли в домике, а три вот здесь и никто ничего не ел. Я подозреваю то, что им в кормах не хватало чего-то, потому что они приехали, мало того получили стресс, приехали, а тут корм другой и по первости вот они съели одно яйцо, но больше нету, я им кинул обманки, как видите валяются, на самца одел очки, но больше расклева не было, они начали есть уже мой корм и буквально через неделю-полторы после расклеванного яйца снесли 4 яйца еще и не было ни одного расклева, все валялись, три валялось вон там, а одно было в домике, то есть начали есть нормально, испуг прошел, перестали. Так вот вид расклева яйца от того, что чего-то не хватает, мне кажется, вот это самый важный такой вид расклева, поэтому как раз вот сейчас я покажу, чем я их кормлю, что добавляю, результат вы видели у меня в инкубаторах, кормлю я птицу своим комбикормом, то что я видео снимал, чем кормить фазанов, вот все вот это здесь есть, все эти зерна, единственное это сделано на грануляторе, все гранулировано, вот это моя супер добавка, здесь вот сверху на и снизу в описании будет ссылка на ролик, где я делаю из чего, сколько там, вот этой супер добавки я добавляю процентов 10-15 в основной комбикорм. Единственное изменение в комбикорме от повседневного, так скажем, весенним, я конечно же убрал семечки, убрал семечки, сытая жирная птица наевшаяся, яйцо клевать не будет, просто потому что не будет самого яйца, когда птица жиреет, яйцо она не кладет, но когда птичка в меру упитана тонкая и звонкая, то вот результат, если я оставлю эти яйца и разбитое здесь лежало здесь, но никто ничего есть не будет, вот самка села ночевать, снесла яйцо, яйцо упалось, как видим ударилось носом и разбилось, до обеда лежало оно, никто его не ел, это значит с кормом у них все нормально и слава богу, когда начинается яйцеклад, я хожу два, бывает три раза в день и собираю это яйцо, вот это это и помогает очень от того, что не успели допустим, если у них есть предрасположенность клевать, они не успели его склевать, яйцо разбитое лежит, одна попробует две и потом могут начать клевать, поэтому за яйцом ходить нужно почаще. Естественно еще раз клев яйца может быть от того, что не хватает кальция, кто-то использует ракушку или ракушечник, я сыплю мел и яичную скорлупу, мне кажется так быстрее кальций усваивается, но это мне кажется, я не знаю научно как, но я привык, я так делаю, где я брал скорлупу от яичную, у нас еще есть в городе добросовестные такие хозяева хлебопекарин, кулинарии, где вместо китайского меланжа используют там настоящее яйцо, вот скорлупу им девать некуда, поэтому приезжаешь, берешь мешок и птички довольны, скорлупу кто-то прокаливает, прокаливает для того, чтобы убрать там и антибиотики могут быть на птицефабриках и всякая такая бяка. Разбиваю не совсем конечно в пыль, у меня есть вот такой кормовый мел, он везде продается и приблизительно сколько скорлупы, столько же насыпаю и мела, и причем заметил те которые несутся виды или породы там фазанов, они едят больше, чем те которые не несутся. Добавил, то есть вот это есть у меня всегда, вот только принес рабочий самки микада, она сразу же ест, несет один раз в два, бывает через день, не хватает мела, не хватает, хоть и валяются там кусочки, но со скорлупой мел это прямо песня для них, выносится конечно, сколько кальция она с собой выносит, поэтому нужно. Недостача белка, вот это у меня сушеная личинка мухи черная львинка, это практически чистый белок, протеин, поэтому иногда раз в недельку я балую птичку этим делом, в основном вот эту личинку, это у меня для молодняка, кто-то кормит живыми червяками, мне просто не до этого, не до выращивания, покупать как сами понимаете, дорого, а вот сушеная личинка ничего и не делается, посмотрим сейчас как они ее едят. Белка, я тебе червячков принес, иди сюда, Белка, иди, иди сюда, да я не тебя звал, не тебя звал, я Белку звал, да Белка, иди сюда, иди скорее, иди скорее, как мы любим, она тут родину готова продать, даже визжит от восторга, трава, как видите, не выводится, это я вам показал сухую молодняк, вот такой личинкой, я кормлю не сухим, бывает и сухим, корм подмешиваю, а так в основном вот такое приспособление для заварки я заливаю водой, чтобы она не всплывала, и на следующий день червячки как живые, то есть они не крошатся и похожи на червяков, вот и все, весь секрет, так вот залил водой, придавил, до завтра она питается, и все, и белком, вот раз в неделю я их балую, больше не надо, чтобы они не садились на этот белок, не привыкали, раз в неделю, почему нет, а птенцам через день, каждый день, как найдет, но белок обязательно. ну а вот это капуста, капуста один из самых больших помощников нам, птицеводам, не обязательно фазановодам, вообще любой домашней птице, капуста для птицы это песня, я не буду вдаваться в подробности, какие там микроэлементы, какие витамины, но то, что капуста помогает нам весной, вот и от расклёва, и от авитаминоза, ну что, не будешь ты нападать на меня? вот так очень они любят, он с удовольствием для меня клюнул, но капуста, капуста, витамины, помимо травы, всего остального, капуста в рационе, раз в неделю у них стабильно, не даст он поговорить, не даст поговорить, не даст поговорить, не даст поговорить, таким вот образом, где у нас белка, где белка у нас там, где у нас белка там, белка у нас готовится снести яйцо, да, да красотка, ну а кочерыжки всегда маналом, завтра от этой кочерыжки ничего не останется, очень любят жесткое они, так сильно не конечно не балую, на всю птицу, сколько я не знаю не считал, уходит три, два больших или три небольших кочана, ну один раз в неделю не так накладно, она стоит там в районе 20-25 рублей килограмм у нас, это кто так клюет, это ты палец мне клюешь, да, но нету ягод, ягоды будут завтра, да, ягоды завтра будут, да, и вот то, чем я кормлю, свой комбикорм, каждый день, утром, вечером трава, один раз в неделю ягоды, два раза бывает в неделю, когда яйцо собираю, и один раз в неделю капуста, все, никакого расклевого яйца, почему-то у меня нет, жду от них яйцо, от маналов жду яйцо, это двухлетняя пара, ну пока только жду, ну и вывод из всего вот этого видео, что я вам наговорил, показал, чем разнообразнее рацион, тем меньше вероятность расклева яйца, ну и вообще каких-то болячек и всего такого, я даю практически все, что растет в огороде, у меня на участке, листья хрена, лук зеленый, одуванчики, жаль нет лопухов, говорят, очень они любят лопухи, крапива, вот от чего расклев, мы с вами разобрали, не хватает белка, яйцо состоит из белка, из скорлупы, из кальция или кальция, кальция решаем таким способом, ракушкой, мелом, там скорлупой, белок, или можно делать как я, вот такой же супер добавку, внизу в описании будет ссылка на это видео, или что-то свое, можно рыбу давать, вареную, не вареную, мясо, но не грубить конечно с этим, особенно жирное нельзя, и естественно когда птицы чего-то не хватает, он начинает искать тут яйцо, давай долбить его вкусно и потом трудненько отучить от этого будет, мы же содержим их в клетках, мы лишили их свободы каких-то ягод, червячков, паучков, поэтому не жалеем времени, кидаем все подряд и все будет хорошо. Ну и на этом на сегодня все, Моня вот с вами прощается, головой машет чубчиком своим красивым, чтобы птица у вас велась, здоровья вам и вашим питомцам!